Приветствую вас! И начну я, пожалуй, с того, что скажу так. Никто не сможет заставить вашего молодого человека доверять вам, если он сам этого не хочет. Никто и никакие действия не помогут восстановление доверия, если изначально он не готов к этому, не склонен к этому. Давайте опираться на то, опираться на то, что вы со своей стороны делали абсолютно все. У вас, собственно говоря, и проблемы, так их никого нет. Есть одна проблема. Это ненаверие мужчины и противоречия между работой и, собственно, отношениями на РТН. И здесь есть тонкость. Вот об этой тонкости мы и поговорим. Дело в том, что, во-первых, ваш молодой человек откровенно сам признался в том, что ему в голову лезут мысли. То есть он не сказал вам, что вот вы гуляете, что вы там что-то делаете, что вы ему изменяете. Он вас не обвинял. Прямо. Но он сказал о том, что ему в голову лезут мысли. Почему такие мысли? Почему именно они, а не другие? Например, о том, как будет здорово с вами, когда он встретится. Почему? Да потому что он себе сомневается сам. Он сомневается в том, что достаточно хорошего. Он сомневается в том, что вы будете только с ним. И это, к сожалению, вопрос его собственные самооценки. Вопрос его задетой гордости еще в предыдущих отношениях. И вопрос его самомнение. Достоинство. И здесь, в этой ситуации, реально сделать только одно. Он уже взрослый. Ему, как бы, написали 27 лет. И уже достаточно осознанный человек, самоосознанный человек, чтобы понимать, что вот его мысль, это его мысль, это его проблема. И до тех пор пока он их не решит, ничего не получится. Ни с вами, ни с кем бы то ни было еще. Вот эта ситуация с его девушкой, когда она ему изменила и врала. Она его до сих пор не отпускает. Она до сих пор давит на него мертвый груз. И эту ситуацию ему нужно проработать. Ну, определенно с психологом. Потому что сам он не справляется. Проработать хотя бы ради вас. Чтобы своими комплексами, своим страхом не портит отношения между вами. Если он, конечно, ими дорожит. Если они, конечно, для него что-то значат. Если, конечно, он хочет их сохранить. И вот здесь мы переходим к главному. Это противоречит между карьерой и, собственно говоря, отношениями. Действительно, видеть, что вы с ним будете меньше, если будете работать. И вопрос заключается в том, какое будущее в ваших отношениях? Собирается ли он переехать к вам в город? Переехать, поменять место работы? Нет. Или да. Собирается ли вы к нему в город переехать? Нет. Или да. Вам нужно решить этот вопрос. Решить этот вопрос так, чтобы прийти к единому мнению о нем. Потому что, если единого мнения не будет по этому вопросу, получится так, что ваши отношения действительно обречены. Ведь вы хотите остаться на своем месте работы, а он хочет остаться на своем месте работы. И в итоге вы будете постоянно на расстоянии. Будет постоянно вот эта благоприятная стреля для недоверия, благоприятная стреля для как-то непонимания, непонимания для каких-то недоговорок, недосказанностей и прочего. И все это превратит ваши отношения в ад. Поэтому продолжать их имеет смысл лишь в том случае, если кто-то из вас готов друг другу уступить и быть вместе. Либо это мужчина, либо это вы. А в другом случае никак не получится, ну никак не получится наладить нормальные отношения и сохранить их. То есть понятно, мужчине нужно в обязательном порядке прорабатывать свою проблему. Без этого у ваших отношений нет будущего практически, потому что всегда он будет находить повод для недоверия. И второе, это прийти к чему-то относительно вашей дислокации. для успешных, полноценных, перспективных, долгосрочных отношений необходимо, чтобы люди все-таки были вместе. Если вы будете далеко, то должна быть перспектива хотя бы того, что вы будете вместе. И нужно четко себе эту перспективу представлять. В противном случае отношения не имеют смысла, и у них нет будущего. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим, пожалуйста. Буду благодарен.